Я выучила за полгода русский язык, хотя раньше им я никогда не пользовалась. У меня нет национальной ненависти к русским, как в этом меня обвиняет зверя. Я не убивала русских журналистов, и тем более из таких мотивов национальной ненависти, включая даже то, что они в принципе родом с Украины. Я узнала, что в России у меня есть много друзей, я первый раз в России, и сразу теперь. Я никогда раньше, ну очень редко общалась именно с русскими людьми. Я получаю от вас письма, я понимаю, что вы умеете мыслить, у вас действительно есть свое мнение, у вас развернутое воображение, вы понимаете и ощущаете, что правильно, что неправильно. Вы не считаете врагами нас, а я не считаю врагами вас. Я никогда не скажу, что русские плохие. Я не говорю о таких живых, продажных, как следствие или суд. Но поймите, нет плохого народа, есть плохие люди. Я не скажу, что эти люди, которых я презираю, не уважаю, никогда не буду уважать хорошие. Но я уважаю и ценю, и действительно люблю очень много русских людей. Спасибо вам за поддержку. У меня заявлено. Хорошо покинул зал судебного мероприятия. Я не двигаюсь с места, потому что вважаю, что конвой, я имею в виду, я загрожаю моему життю. Я не разово выказала привет по моему национальной людской гибрости, на крикатке над обличной мовой, и вывели себя просто в поканке. Також прикладали муки, конвой, приставы моей матрики, 70 человек. Прикладали группу сил. Еще раз добавим, мы будем друзьями с левыми руками, которые не возьмут наружу и не прийдут на мою землю убивать наш народ. Пошли, товарищи. Спасибо. Надели мишка на голову вонючого и перевозили шестьма машинами. Вона все машины, Марко знает, все цвета знает. Задавали им вопросы, то они заклеили, еще очи, привезли на границу Росії, передали вашим КГБстам. Все. Треба есть и бороться. А голодовка – это только на радость врагам. Вона держится молодцом, но что она говорит? Говорит, чтобы прекращать голодовку не было. Но это она что-то говорила. Вы пытались его говорить, чтобы прекращать голодовку? Она говорит, что она не подождается, она говорит, что она боевая и військовая. Военний характер. Как я зайшла, посмотрела на нее, какая она, это уже мумия, у детей мумии уже сделала. И я сразу плачу. Она мне даёт команду, мама только не плакает. Только не плакает. Спасибо. Спасибо.